Вот такой вот TV-Box будет сегодня у нас на обзоре. Это модель T95C1. Сразу хочу сказать, что я с ней намучился, пока я ее снимал. Хотел бы сразу извиниться, потому что в обзоре на телевизоре я показывал, в некоторых частях видео будет без звука, потому что мой микрофон отказывался работать с этим TV-Box в рекордере. Надеюсь, видео вам понравится. Все, что сейчас вы видите на своих экранах, это стандартная комплектация этого TV-Box, то есть это сама упаковка. Она обычная и простая, здесь просто только картинка на упаковке, которая указывает, что это модель, а вся остальная просто упаковка коричневая. Дальше это HDMI кабель типа А с обеих сторон. Здесь полтора метра кабеля, чуть больше, чем обычно. Блок питания на 2 А, 5 Вольт. Стандартный блок питания со стандартным стекером 5.5. Мануальчик, мануальчик, литературка на разных языках. Русского, к сожалению, здесь нет. Но я думаю, здесь не важно. Пульт тестационного управления. Кстати, пульт очень похож на пульт от компании UGUS. Например, вот у меня от AM6 Plus вот такой же пульт. Чем отличается? Это вот этими кнопочками, как видите. Ну и здесь некоторые кнопки отличаются. А так, в принципе, одинаковые. Питается пульт от двух батареек типа ТРЯ. В комплекте батарейки, как обычно, не идут. Покупайте отдельно. Это инфракрасный пульт, обычный, самый простой. И сам TV-бокс. В чем интересный TV-бокс? Потому что он ставится на телевизор. Не за телевизор, как делают некоторые приставки. А именно на телевизор, как веб-камеру. То есть, как видите, она похожа на веб-камеру, только просто такая вот длинная. Ставится с помощью вот такой прищепочки. То есть, вы вытягиваете вот так вот. Здесь еще плюс. Можно таким способом регулировать. Вот прищепочка прижимает. Оно довольно устойчиво стоит, в принципе, если поставить. Корпус глянцевый. Отпечатки пальцев будет собирать. Ну и пыль видно немного. Это, наверное, недостатком сразу можно назвать. Здесь впереди стоит веб-камера. Веб-камера, в принципе, неплохая. Я чуть попозже покажу, как она работает. Не могу сказать, что это крутая веб-камера, но такая обычная. Указана T95C1 модель. И все, как бы. На задней стороне есть множество разъемов. Как для такого TV-бокса здесь много разъемов. Это питание, разъем аудио, два USB разъема, 1.2 версии 2.0, LAN разъем 100 мегабитный и один HDMI разъем. Также разъем TF под microSD карточки. На нижней стороне, на нижней стороне здесь есть перфорация. с отверстиями для вентиляции. Конечно, отверстий здесь не так много. То есть, вот такие две полосы. Здесь и здесь. Но хотелось бы, чтобы все вот эти соты были отверстиями. Было бы гораздо лучше. Красные вставки по бокам для красоты. И все, как бы. Что в этом TV-боксе представлено за эту цену? Давайте так коротко пройдемся. Здесь стоит Android 9.0. Хорошо, что не десятка, потому что десятка еще сыроватая. Также здесь стоит новый восьмиядерный процессор от компании ROGCHIP. Это RK3368 PRO. В связке с ним идет видеокарта PowerWare G6110. Имеется также двухдиапазонный Wi-Fi, как 2,4-5 Гц. И Bluetooth VRT4.2. Памяти здесь маловато. 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ стройной памяти. Хотелось бы побольше, но имеем то, что имеем. Давайте покажу, как он выглядит на телевизоре и в конце подведем итоги. Переключаемся. Итак, включилась эта приставка. Вот так выглядит лаунчер, главный рабочий стол этого TV-бокса. К сожалению, мне здесь придется снимать без звука, потому что длинные отрывки, здесь очень захлебывается звук, то есть практически ничего не слышно нормально. Надеюсь, извините. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 То есть, есть автофокус, он сам срабатывает, когда вы двигаете, например. То есть, или сами движетесь, примерно подошли к камере, и сразу фокус с вас схватил и снимает. Это хорошо для скайпа. Конечно, на смартфоне у меня камера получше будет, но, тем не менее, здесь для скайпа тоже, в принципе, подойдет. 8 мегапикселей примерно автофокус работает, это хорошо. И, к примеру, здесь на экране есть, вот как видите, с правой стороны фотоаппаратик такой. То есть, можно сделать скриншот, или же можно выбрать видео. То есть, можно выбрать и тоже сделать захват экрана. То есть, или сделать снимок экрана, или же снять видео с экрана. То, что вы, например, с кем-то говорите, можно заснять на видео. Это тоже хорошо. Оно сохраняется на флешку. К примеру, вот меня наснимали уже пару видео. И можно смотреть уже с TV-бокса на телевизоре. Это хорошо, удобно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вот что показал тест PCMark Проверял Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Градусов это как бы мало можно сказать Но тем не менее довольно высокое все равно Все же было бы лучше доделать охлаждение на этом tv боксе Также по умолчанию не было верхней и нижней шторки status bar Но как вы видели есть папочка С левой стороны экрана на рабочем столе Через которую можно переходить по разным приложениям Выключать приложение или делать многооконный режим Wi-Fi 2.4 довольно слабый 2.4 довольно слабоватый По поводу 4К видео приставка не тянет Ни в YouTube не через торренты 4К можно смотреть только с флешки Я думаю это программная проблема, недоработка самой прошивки, по поводу кстати прошивки, здесь есть обновление, обновление здесь сразу по воздуху прилетели, но установить их не получилось к сожалению, обновление загружается, перезагружается TV Box, заходит в режим recovery и дальше пишет ошибка, то есть после recovery нужно запускать TV Box уже вручную, сам не возвращается в Android обратно, я имею ввиду в recovery нужно нажать кнопку reboot например, в остальном TV Box понравился даже потому что он довольно быстро работает, что меня удивило, сразу работает довольно шустро, переходит по разным приложениям, иногда бывают какие-то заскоки, то есть работает быстро-быстро, потом раз и задумался, вышел с приложения и обратно быстро работает, то есть как я говорю это что-то программное, что-то там недоделанное получается, именно софтовая часть, HD каналы по IPTV работают тоже нормально, Full HD через торренты или просто онлайн кинотеатрами работает тоже хорошо, голосовой поиск работает тоже хорошо, то есть для обычных базовых потребностей TV Box в принципе подходит, но рекомендовать я его к сожалению не могу, довольно высокая цена как по мне, за такую цену можно взять что-то подешевле, ну просто там нет веб-камеры, здесь просто акцент конкретно на веб-камеру, для тех кто часто общается по скайпу, этот TV Box в принципе подошел бы нормально, единственное что, доделать охлаждение, я наверное чуть позже еще сделаю видеоразборку, посмотрите что у него внутри, какое там охлаждение и сами посмотрите что и как там можно доработать, его актуальную цену вы сможете узнать по ссылке под видео, я вам там оставлю ссылочку где его можно купить, там же и посмотрите более подробные характеристики, я надеюсь это видео было кому-то полезным, на этом тогда будем прощаться, до скорой встречи, как обычно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, пока!